Самый молодой вор в законе и его печальная участь. Ревас Убилава в преступной среде известен как Ревас или Резико Джуварский. Сейчас ему 25 лет, а коронован он был в возрасте 21 года. Резико можно назвать самым молодым из коронованных за последние пару десятилетий вором в законе. Впрочем, в настоящее время он развенчан и говорят, что это решение окончательное и пересмотрено оно быть не может. Но обо всем по порядку. Рассказ о злоключениях юного вора можно начать с ситуации, предшествовавшей его коронации и имевшей место в конце 2013 года. Будучи в статусе стремящегося в воровскую семью Ревас был приглашен вором в законе Ара и Армавирским для разговора. Ревас и Ара входили в противоборствующие воровские кланы, на этой почве и возник конфликт. В ходе встречи Ара поинтересовался у Реваса, в качестве кого тот воспринимает ряд недружественных арей воров, например, Леху Злака, проживавшего в Краснодарском крае, как и Ара. Тот ответил, что знает их как воров. Ара же заявил, что ворами и перечисленные им не являются, и резика стали сбивать. После ему предложили позвонить упомянутому Лехе Злаку и заявить тому, что он не вор. Ревас отказался, за что ему тут же сломали обе руки. Вскоре появился Леха Злак, предупрежденный о встрече Ревазом. Злак был не один, а еще с двумя ворами и группой силовой поддержки. Все они начали избивать Ару и его приближенных за проведенную над резико экзекуцию. Впоследствии один из избитых, положениц Атары, скончался от полученных травм. Примерно через 9 месяцев после случившегося Реваз был принят в воровскую семью в присутствии с согласия более чем 15 воров в законе. Коронация состоялась в Турции. Однако злоключения в судьбе молодого вора после этого продолжились. Так, спустя пару месяцев он снова был сильно избит и снова представителями конкурирующего воровского клана. Поводом послужила описанная выше ситуация, в которой пострадали Ары Армавирски и его свита. На этот раз дело происходило в Москве. В резико стреляли из травмата, после чего жестоко избивали. Позже этот поступок ворами, например, Каха и Парпалия был определен как беспредел. Возвращаясь к личности резико Джуварского, скажем следующее. Положительно как вора его характеризует то, что он, как и подобает истинному урке, никогда не лез в коммерцию, околополитические дела и так далее. Всегда жил исключительно за счет воровства, с самого детства. В этом смысле он похож на воров середины 20 века, так называемый воров старой формации. Когда в 2016 году его задерживали на Украине, он не увиливая, прямо отвечал оперативникам, что он вор и занимается в жизни только тем, что ворует. Зачастую многие воры, пытаются уходить от ответа на вопрос, являются ли они ворами в законе, либо даже просят прежде пригласить адвоката. Точка. Можете убедиться, прошерстив интернет. Напомним, что если вора спрашивают, вор ли он, по воровским канонам он обязан ответить и не скрывать свой статус. Продолжая разговор о неприятностях в жизни Реваза, скажем, что после двух описанных выше случаев неприятностей эти были связаны уже не с противоборствующим воровским кланом, претензии к нему появились у людей из круга, к которому Реваз и принадлежал. Считая его отдельные поступки и поведение в целом не воровскими, воры неоднократно звали Реваза на сходку. Но он избегал встреч, что уже само по себе не сулит ничего хорошего. Впоследствии вор Датач Хиквишвили, Сургутский, встретив Резика в Турции, спросил его, почему тот игнорирует воров. После чего Дата посадил Реваза в машину и повез к другим ворам, параллельно обзванивая их. Говорят, Реваз при этом, сидя на заднем сидении, неожиданно выпрыгнул из машины. Так он хотел снова избежать сходки, поскольку только на ней воры могут предъявить претензии и развенчать его. Но это не сработало, Реваз лишь усугубил свою участь, столь откровенно бегать от воров непозволительно. За все его поступки и неворовское поведение его снова избили и развенчали. Говорят, что с концами. Сделали это те же воры, что и короновали Реваза, в частности, Кабах в Лидиане, Сухумский, и Зурад Гебуадзи. Как видите, воры борются за чистоту своих рядов и если человек не достоин воровского имени, он будет его лишен. Не помогло Ревазу и то, что его дядя, кстати, полный тезка своего племянника, тоже был вором при жизни, родственные связи вообще не были приняты во внимание. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.